Скорбящие представители Друзской общины пронесли по улицам деревни Маджмальшамс гроб с 11-летним Геварой Ибрагимом, 12-й жертвой ракетного удара по футбольному полю на голландских высотах, контролируемых Израилем. Мальчик считался пропавшим без вести с момента атаки, пока его останки не были окончательно идентифицированы в воскресенье. Израиль и Соединенные Штаты возложили ответственность за атаку на поддерживаемую Ираном ливанскую группировку Хизбаллах. Которая отрицает, что била по футбольному полю. Удар вызвал опасения по поводу более широкой региональной войны. Премьер-министр Израиля Бениамин Нитаньяху заявил, что Хизбаллах заплатит высокую цену. При этом госсекретарь США Энтони Блинкин предостерег от дальнейшей эскалации конфликта. Совет национальной безопасности Белого дома сообщил, что работает над дипломатическим решением, чтобы, цитата, «раз и навсегда прекратить все нападения в приграничной зоне между Израилем и Ливаном». Бельгия в понедельник приняла четверых детей из сектора газа, чтобы оказать им медицинскую помощь. Трое из этих маленьких пациентов в возрасте от 6 до 10 лет нуждаются в лечении от рака. В поездке детей сопровождают их близкие. Всего бельгийские власти приняли в рамках этой миссии по медицинской эвакуации за тысячу километров 12 человек. Бельгия лечит этих детей, а транспортировка осуществлялась словацким медицинским самолетом. Это вторая миссия такого рода под руководством Евросоюза, Всемирной организации здравоохранения, Египта и неправительственных организаций. Несколько дней назад Испания приняла 16 молодых пациентов, также в сопровождении членов семьи. Всего более 40 человек. Эти пациенты останутся в Европе на время лечения и до тех пор, пока в секторе газа не будет достигнуто прекращение огня, объясняет Тарек Хайлат. На данный момент он по-прежнему надеется, что другие страны Евросоюза откроют свои двери для больных палестинских детей. В Киеве прошла акция памяти украинских военнопленных, погибших в колонии в Еленовке в Донецкой области 29 июля 2022 года. В тот день в результате взрыва здания, где находились пленные, в их числе бойцы полка АЗОВ, погибли по меньшей мере 53 человека и более 70 получили ранения. Российские власти заявили, что взрыв был вызван запуском украинскими силами ракеты, попавшие в тюремные бараки. Однако эксперты не считают эту версию состоятельной. Согласно расследованию, которое провело информационное агентство Associated Press, за взрывами в Еленовке стояла Россия. Собравшиеся на акцию в Киеве не только вспоминали погибших в Еленовке, но и требовали освобождения находящихся в плену военных. Первые пилоты самолета ВФ-16, прошедшие подготовку в учебном центре Фетешть в Румынии, завершили курсы и получили статус «Готов к выполнению задания». Пилот с позывным «Голливуд», один из первых семей, прошедших там обучение. За семь лет эксплуатации самолетов МиГ-21 он налетал около 500 часов. Ему требовалось приспособиться переходу на Ф-16. Существует все это, мы на МиГ-21-м всегда взбирали на стандарте НАТО. Так что для нас, наверное, трещение было гораздо легче, чем для других наций. Выпускники будут служить в эскадрилях по распределению. Теперь у Румынии есть эскадрилья истребителей F-16, с помощью которых военные выполняют миссию воздушной полиции. Они также были подняты с земли для наблюдения во время последних атак России на украинские порты на Дунае. Недавно первые 9 из 32 поддержанных самолетов, купленных у норвежского правительства, были доставлены в Румынию. Остальные прибудут позже. Международный центр для подготовки пилотов истребителей F-16 стран НАТО, открылся на военной авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии в ноябре. Форты аэриены из города Дежо ввели в центр для подготовки пилотов F-16 14 аэромов, 7 с помощью обычной команды и 7 с помощью двойной команды, для тренировки курсантов. Центр сберком Венесуэла объявил действующего глава государства Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Таким образом, он остается на своем посту уже на третий срок. По официальным данным, он набрал чуть больше 51% голосов. Оппозиционный кандидат Инмундо Гонсалес получил 44%. Оппозиция при этом отказывается признавать результаты, называя их сфальсифицированными и заявляя, что на самом деле, по данным экзитполов и альтернативных подсчетов, Гонсалес мог рассчитывать примерно на 70%. Некоторые предвыборные опросы также показывали желание большинства венесуэльцев завершить 12-летнее правление Николаса Мадуро, при котором страна глубоко погрузилась в экономический и социальный кризис. Аргентина, Перу, Чили и Коста-Рика уже отказались признавать победу Мадуро. Сильные сомнения в прозрачности венесуэльской избирательной системы выразили Соединенные Штаты. «Ливо! Ливо! 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 Ливо!» Франция переживает период изнурительной жары. Почти половина из 96 департаментов страны приведены в состояние повышенной готовности. Французское метеорологическое агентство «Метеофранс» объявило оранжевый уровень опасности в 39 департаментах на юге страны, поскольку ожидается, что в понедельник температура там поднимется до 40 градусов по Цельсию. Агентство использует четырехуровневую систему метеорологических предупреждений, где оранжевый уровень стоит вторым после самого высокого красного. В воскресенье днем не менее 10 департаментов были проинформированы о необходимости сохранять бдительность из-за экстремально высокой температуры. Ожидается, что тепловая волна распространится с юга на северные регионы Франции в начале следующей недели и продержится несколько дней. «Метеофранс» рекомендует людям пить воду, оставаться дома и следить за пожилыми родственниками. Олимпийские тренировочные мероприятия, запланированные на воскресенье на сене, были отменены. Об этом сообщила советник мэра Парижа Полин Лаво. Результаты тестов, опубликованные в пятницу, показали, что качество воды в реке немного ниже стандартов, необходимых для разрешения купания. Сильный дождь во время церемонии открытия Олимпиады возродил опасения по поводу того, будет ли давно загрязненный водный путь достаточно чистым для проведения соревнований по плаванию, поскольку качество воды тесно связано с погодой во французской столице. Ожидалось, что плавательная часть триатлона и марафонская дистанция пройдут на реке, протекающей через сердце Парижа. Мужской триатлон запланирован на вторник. Женские соревнования состоятся в среду, а смешанная стафета – 5 августа. Купание в сене запрещено уже более века. С 2015 года организаторы Олимпиады инвестировали около полутора миллиардов евро в подготовку воды к соревнованиям и в обеспечению более чистой реки для парижан после игр. После 12 лет ожидания знаменитая Виа де ла Море – тропа любви в Италии вновь открылась для туристов. Известный как самая романтическая прогулка в мире, идиллический маршрут длиной в примерно километр по побережью Чинкветерре теперь доступен местным жителям с 8 утра до 7 вечера бесплатно. А для туристов посещение тропы будет входить в стоимость билетов Чинкветерре и составить 7,5 евро для взрослого в обычные дни и 15 евро в дни максимальной загрузки. Число выходящих на маршрут ежечасно ограничено. В Виа де ла Море входит список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проходит между поселками Монороло и Рео Маджоре на территории национального парка Чинкветерре. Ее прохождение занимает от 20 до 40 минут. Путь, очень популярный среди туристов, был закрыт в 2012 году, после того, как оплзень повредил пешеходную дорожку и ранил четырех иностранцев. За этим последовало десятилетие масштабного ремонта, стоимость которого оценивается в 22 миллиона евро. Теперь романтики смогут насладиться великолепием Рео Маджоре и Моноролу, от впечатляющих видов на Средиземное море до красочных архитектурных изысков. Путь Виа-де-Ла-Море был построен в 1920 году одновременно с модернизацией региональной железнодорожной линии. Рабочим понадобилась пешеходная дорожка во время строительства, и легенда гласит, что эта тропа стала местом встречи влюбленных из двух городов. Президент Индонезии Джоко Видода прибыл в свой новый офис в новой столице страны Нусан-Таре. Строительство города началось несколько лет назад. Переезд всех госучреждений планируется завершить до 17 августа, Дня независимости. Нынешняя столица Джакарта страдает от перенаселения и экологических проблем. Однако и новый проект тоже подвергся осуждению со стороны защитников окружающей среды. Критику вызвали и огромные расходы на строительство нового города, утвержденные еще в период коронакризиса.